вот давайте по поводу google adwords немножко поговорим тут у меня благо все записано более кость вот первое если мы проводим аудит вообще google adwords в том числе для клиентов для кого угодно что мы проверяем первое это от google analytics на сайте почему важно потому что если кода аналитикса не стоит ну и нету ну например код аналитикс должен быть на сайте и на странице благодарности если он не стоит в коде сайта вообще его нету проблема не в том что мы ничего не проанализируем и все и все плохо нет проблема в том что нету например ремаркетинга то есть нету таких нас нету ремаркетинговой компании то есть даже если она настроена такое бывает нету кода аналитикса на сайте но зато есть ремаркетинговая компания а люди спрашивают а чего у нас не работает ремаркетинг потому что analytics напрямую связан с ремаркетинг то же самое связано и со страницей благодарность то есть страниц благодарность стоит она не должен быть тоже код аналитикса потому что без этого не будет работать цели и так далее сейчас я лучше показывать буду давайте на чем нибудь покажу аналитикс я примерно я понял про какую базу говоришь у меня есть одна база на компьютере она весит ключей я про ключи сейчас в которой лежит по моему на 60 гигов ключей на 65 или на 165 гигов ключей то есть текстовый файл 165 гигабайт не помню вот такими родами базов базы ключей стоит заморачиваться если вы делаете рекламную кампанию вне сезона то есть вы открываете танки коллектор ну там на знаке коллектор яндекс wordstat и так далее увидеть что ключи нету летом например на елке и вам надо найти больше ключей по елкам тогда такие базы подходят типа база пастухова куда имеют и так далее но у меня просто есть база пастухова есть еще кое-какие базы вот к ним вообще лучше не подходить если вы если у вас не сезонный ниша то есть если сезонная ниша и вы вне сезона собираете ключи тогда да все сезоны естественно нужно всегда собирать тоже ключи так ну давайте вот на той же google на той же на том же покажу да смотрите что нужно уметь делать во первых нужно ставить код analytics мы уже говорили проверить связь adwords analytics это тоже нужно уметь делать потому что ну можно еще и дворцы открыть можно и дворцы не открывать зачем это все нужно в администраторе да есть вот живописцы зачем это нужно делать вот проверяем мы цели чтобы цели не стоит вот цель тоже стоит надо видеть прописаночек дать программист но сейчас я закончится вебинар да интересно что настройки нужно иметь целей да вот представлениях я сейчас не буду более детально рассказывать что где и как тут также ровно нужно вот понятно да где можно взять надо иметь связи дворц здесь должны быть привязаны например аккаунт тот самый аккаунт где идет реклама например гильдии живописов например вот по моему здесь еще и и нету рекламы это просто спустили недавно дальше ну опять же привязывайте да это все должно работать дальше в analytics ну цели должны также стоять то есть ход аналитик состоят и цели то что я только что показал естественно для этого нужно еще также проверить и ремаркетинг то есть вот отдельно как раз проверить стоит ли ремаркетинг. Для этого есть отдельная кнопка ремаркетинга аудитории. Кто сейчас не понимает, что я говорю, не переживайте, на эту тему есть тоже видос, я его скоро опубликую, так что не переживайте. Вот, дальше. Естественно, у нас есть две рекламные кампании, это поиск и контекстно-медийная сеть. Сейчас я покажу на примере Google AdWords Эдитера. Сейчас он откроется. Я понял. Не буду рассказывать. Я даже про ремаркетинг сегодня рассказывать ничего не буду. Посмотрите, у меня есть видео на эту тему отдельное, что я вам буду это рассказывать. Открываю рекламные кампании. Другая, извиняюсь, тематика, потому что на той просто не сделана рекламная кампания. Смотрите, здесь в рекламной кампании нужно посмотреть. Рекламная кампания на поиске и рекламная кампания в КМС. Должна быть разделена, а, извиняюсь, давайте другой аккаунт, какой-нибудь попроще или меньше рекламных кампаний. Ну вот, например. Сейчас загрузится, я пока смотрю ваши... Так, господа, поставьте пока три плюсика, если понятно по поводу Яндекс.Директа. И я сейчас пока буду загружаться, попробую с вопросами забраться с некоторыми. Да, если много целей, неудобно смотреть конверсии в Директе, поэтому лучше использовать одну цель. Что такое... Так, прямые запросы в метрике. Не парьте мозг пока. Зачем? Зачем это сейчас делать? Бытует мнение, что добавляя ключевые у РСЯ, отсекаешь целые площадки. Нет. Не всегда. Тем более, вот эта галочка как раз волшебная. Когда вы можете сделать две рекламные кампании, в одной запустите так и так. Главное, чтобы они проработали обе больше недели. Потому что оценка меньше недели вообще ни о чем. Тогда никак на поведенческий фактор не влияет. То есть там галочка у нас как раз это и позволяет проверить. По поводу доступных отсрочек платежа, я уже говорил, что это плохо вначале. Так. Ну, остальное, в принципе, я чуть-чуть рассказал. Так, мы делаем... Давайте сейчас отвечу на буквально пару вопросов из Яндекса и закончу с Эдвордсом. Я понял, что Эдвордс, в принципе, вам сейчас не особо актуально. Я просто сейчас быстро пройдусь. Возвращаясь в Яндекс, если мы делаем рекламу для интернет-магазина, есть ли какой-то способ оптимизации и проставления ссылок на страницу сайта с товаром для каждого определенного товара? Или это только вручную делать? Ну, если у вас есть CRM и удобная выгрузка товаров, тогда можно все очень удобно выгружать в табличку, в которой будут, в принципе, все ссылки и товары. Блин, такая вещь непонятная, потому что обычно люди, когда хотят все автоматизировать... Ну, я, например, знаю личного человека, который 300 тысяч за это отдал, поэтому, ну, не знаю. Время 3-8 минут, звонков мало, расходы тысячи в сутки. На что обратить внимание? На лендинг. Если люди сидят на сайте, вот готовая корпусная мебель, 3-8 минут сидят на сайте, надо все-таки посмотреть, что, почему, чего происходит. То есть, что они делают эти 3-8 минут. То есть, если там нет смысла отфильтровывать какие-то определенные, как вы говорите, каналы, хотя это, если это РСЯ, это один единственный канал. Нужно посмотреть более детально и посмотреть, что на сайте они делают. Также посмотреть вот эту галочку ту самую. Ну, это уже, в принципе, просто плюс-минус дополнительно народу по поводу вот этой мебели. Да, ну, не добавить. И надо посмотреть лендоз, и надо посмотреть все-таки на лендозе, что им не нравится. Причем, хочу заметить, если у вас 3-8 минут сидят они на сайте и звонков мало, то, может быть, есть смысл на лендинг добавить какое-нибудь всплывающее окошко и так далее. То есть, если они сидят 3-8 минут и думают о том, чтобы вам позвонить, я не говорю про Callback Hunter, это может быть что-то другое. Может быть, есть смысл сделать всплывающее окошко, чтобы напомнить, что вы еще как бы на сайте есть. Так, я понял, сейчас я по поводу AdWords и закончу. Так, так, так. Да, Миша правильно пишет, но он сейчас об этом скажет. Минус-слова я, в принципе, рассказывал, и посмотрите тоже видео, как собирать. На эту тему есть видео, мы потом вам разошлем по базе его отдельно. По поводу Яндекс.Метрики, как собирать минус-слова. Все. Так, окей. Теперь по поводу Google AdWords. Две рекламные компании, вот она. Причем, хочу заметить, вот она, работающая рекламная компания, в которой все окей, все замечательно. Сначала была рекламная компания на поиске, где было огромное количество ключей, так называемых, холодных, горячих, все вперемешку. Да, они были правильно сгруппированы и тому подобное, но потом, более детально просмотрев ключи, оставив, просто разделив, разделив, не удалив, разделив рекламные компании, было понятно, что люди звонят только с рекламной компанией вот в горячие ключи. То есть с холодных не звонят, не оставляют заявки. То есть рекламную компанию вот эту можно было выключить, мы ее и выключили, назвали ее на удаление, но при этом не ударяли ключи. То есть там агентство, там так далее. Оставили только горячие ключи. Как можно более детально посмотреть, по каким ключам люди переходят? Для этого в AdWords, давайте этот же откроем аккаунт, сейчас, куда, куда пропала шапка сверху, вернись, я все прощу, сейчас. Вот появился, так, вот, так, вот он, кстати. Здесь ровно так же стоит смотреть обязательно минус-слова. То есть, естественно, использовать в библиотеке минус-слов, тоже на эту тему надо видос, конечно, записать, но будет, время, спешу. Обязательно, в ключах. Сейчас вообще удобно сделали, то есть раньше это надо было заморачиваться, лезть в фильтр или в сегменте, там смотреть минус-слова. Сейчас есть кнопка отдельной поисковой запроса. Здесь можно посмотреть рекламную кампанию, посмотреть группу объявлений, посмотреть типы соответствия, посмотреть количество кликов, примерно CTR, поисковому запросу, то есть то, что люди вводили. Это не то, что люди, не тот ключевой запрос, по которому он переходит, а именно поисковый запрос, то, что люди пишут, то есть там прямо видно, если молдаване, как купить квартиру, то там сразу все понятно, то есть прямо тут видно. То есть этого поискового запроса у вас точно как ключа нет, но запрос есть. С помощью аналитики ровно так же вы сначала начинаете, вот, например, есть широкие соответствия, видите, остаются специально, подходит, не подходит. Вот здесь можно посмотреть количество кликов, количество показов CTR. Вот, кстати, CTR тоже очень много становится понятным, когда вы сортируете по нему. Есть ключи в AdWords, где тоже меньше 1%, ровно так же отрезаете их и не паритесь. То есть либо меняете соответствие, например, широкое меняете на узкое и не паритесь. Второй, сейчас, а то я смотрю просто, какие-то темы пошли, думаю, отключилась трансляция, извиняюсь. Вот, это первый момент, то есть есть кнопка отдельная поисковый запрос, здесь же отдельная кнопка минус-слова, то есть открываете, дублируете вкладку, в нее закидываете все минус-слова, которые насобираете. Причем Google Analytics, в принципе, вот в 70% случаев вообще не нужен. То есть вот можно открыть какую-нибудь рекламную кампанию, да, вот на поиске «горячий», например, да, ну, она-то и есть, в принципе. Вот, и в 70% случаев вот на поиске, я говорю именно про поиск, можно решить проблему, сделав просто нормальные списки минус-слов, в которые можно набрать огромное количество, вот они, прям огромное количество этих минус-слов, которые вы можете собрать тупо вот отсюда, из поисковых запросов. И дальше, играя с типами соответствия ваших ключей, привести вашу рекламную кампанию не только к хорошему CTR-у, ну, тут, например, 1 из 6, это не очень хороший процент CTR-а, мы просто игрались, то есть мы еще пока не до конца не доигрались. У нас, видите, есть ключи с широким соответствием, то есть с широким соответствием, если порезать, как раз получится CTR там 3-4-5%. Вот, доигрывайтесь до того момента, пока у вас CTR в районе вот от 1 до 5%, это нормально для Google AdWords, можно сделать больше, естественно, можно, в коем случае. Вот, здесь самое важное – получить оптимальное количество клиентов, то есть на стоимость там в 3 тысячи рублей получить 5 звонков, чтобы из 5 звонков получить, ну, там, выкуп 1 квартиры, например. То есть за 3 тысячи рублей получить выкуп квартиры, получить в карман 200 тысяч рублей, вроде как неплохо. В принципе, рекламная кампания, она так и работает. То есть тут вкладывается 3, 5, 10 тысяч рублей, получается 1 выкуп квартиры спокойно. То есть вот сейчас на данный момент там 3, по-моему, 3,5 тысячи получилась цена клиента, то есть человека, который заплатил деньги и получился профит в 200 тысяч. Может, я ошибаюсь. Вот, в принципе, вот двух вот этих вещей достаточно. Второе – в ключевых словах нужно посмотреть, естественно, статистику, да, можно, вот опять же, посмотреть, стоит ли использовать какие-то типы соответствий более узкие или нет и так далее. То есть вот здесь вот реально можно поиграться, посмотреть. Ну, вот здесь нет таких, в принципе, объявлений, в которых, именно ключей, в которых CTR меньше определенного процента. Но при этом есть широкие соответствия, из-за которых сама рекламная кампания имеет 1,6% CTR. То есть здесь клик, видите, 65, а показывается почему-то там, например, 2, 3, 6. Сейчас посмотрим, максимум сколько. 12, вот. То есть если вместе все сложить, даже 65 не получится. То есть есть ключи, которые просто переходят по дополнительным релевантным фразам и так далее. Их тоже надо уметь, естественно, от них, либо грамотно от них избавляться, либо уметь правильно с ними дружить. Так, дальше. Поехали. Вот как только вы разобрались со статистикой, вы начинаете делать несколько вещей. Вы в рекламной кампании «На поиске» используете специально все языки в настройках. Например, надо показать пример. В настройках. Почему можно использовать все языки? Вот они. А, у нас здесь, а у меня здесь не все стоят, кстати. Ха-ха-ха. Поставлю все как раз. Потому что это поиск. Здесь обычно никакого ни скликивания, ничего нет. Можно использовать все языки. Также, если вы находитесь не в России, а в Украине, используете, естественно, языки, несколько языков, в том числе английский и так далее. Но, проще всего, использовать просто все языки. И это не связано с тем, что приезжает какой-нибудь там иностранец, и вот он вбивает септик, по-русски причем, или по-французски, и он будет его искать и так далее. Нет, с этим не связано. Просто из-за того, что есть устройства, которые могут работать на каких-то языках левых. Именно так и определяется в большинстве случаев, что человек иностранец, а не по поисковым запросам. То есть устройство, например, вот у меня этот MacBook рядом лежит, он на английском. Вот, и на английском, естественно, как бы у меня компьютер думает, что я разговариваю чисто на английском. То есть и реклама иногда выпадает английская. Ну, в Таиланде тут вообще отдельная история, да, на тайском выпадает реклама. Нет, как бы смешно ни звучало. То есть как только человек снимает галочку, например, с английского, с моего MacBook пропадает половина рекламы, можно так сказать. Вот, дальше, по поводу стратегии назначения ставок. Самое простое использовать, естественно, назначение ставок в ручную. Есть очень много различных настроек, в том числе и ручные. Вот здесь есть гибкая стратегия назначения ставок, где вы можете сами все настроить. Этим надо уметь пользоваться. Вот когда научитесь сначала с вручной, ручной настройкой, после этого можете переходить на более интересные методы. Метод показа. Естественно, надо использовать, вот зачастую в 95% случаев нужно использовать ускоренный метод показа. Вот если аудит именно проводить, анализ, смотришь ли всегда рекламные кампании, вот может быть что-то с языками, но редко. Возможно, с целевыми местоположениями какой-то косяк. Вот видите, чисто Москва стоит, хочу заметить. Вот нету региона, например, Московская область. Здесь, кстати, с рекламной кампанией, вот здесь сбоку, можно специально еще настроить, вот раз через расширенный поиск, можно настроить определенные местоположения. И с помощью местоположений, этого, кстати, нету в директе, хочу заметить, можно специально исключать местоположение. Например, вам не нужны люди, которые запрашивают, ну вот они сидят в Москве, да, но при этом они хотят продать квартиру в мытищах, а вы не хотите ехать в мытищах. То есть, либо вы будете использовать слово мытища минус слово, то есть, закидывать его и так далее, либо вы берете Московскую область, можно по городам, можно именно Московскую область, засовываете ее в исключенное местоположение и используете правильные настройки. Здесь есть настройки, вот, и избавляйтесь от этих людей, которые находятся в Москве, но при этом хотят продать квартиру где-то в другом месте. Либо наоборот, люди, которые находятся, например, в Московской области, которые хотят продать квартиру в Москве, они уже интереснее, то есть, человеку, потому что квартира-то в Москве, ну и так далее. С этим можно как раз вот поиграться и настроить. По поводу методов показа, да, если вот ниже, или сверху вниз идти, почему ускоренный? Потому что обычно стандартный метод показа зачастую, он убивает, знаете, что вы ставите какую-нибудь цену клика, очень большую, но при этом очень маленький расход бюджета. То есть, у вас можно, например, в день сделать 20 кликов, на ваш бюджет, но при этом вся ниша, она вмещает 600 кликов. То есть, вы показываете с 3% аудитории. То есть, это вам не всегда подходит. Зачастую нужно использовать именно ускоренный показ объявления и еще дополнительно использовать расписание, дата начала и окончания, ну, планировку показа объявлений. То есть, использовать так, чтобы вы показывались с утра, несколько часов, например, потом после обеда, или в обед, наоборот, только показывались. То есть, именно использовать гибридную такую систему. Зачастую тоже заходишь, смотришь, ничего не настроено, нету ни планировки показа объявлений, ничего не настроено с методами показа. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Что у нас там идет? Местоположение. Ключевые слова, минус слова, мы об этом поговорили. Также списки минус слов. Расширение объявлений обязательно должны быть настройки. И должны быть лимиты на день, которые у вас должны быть настроены. То есть, вот он бюджет, да, лимит на день. И ровно так же у вас должны быть настроены расширение объявлений. Вот они как раз настроены. Вот там дополнительные ссылки, адреса, номера телефонов, уточнение. Вот то, что, в принципе, все это должно быть настроено. Может быть их много, мало. Ну, тут, в принципе, все в подсказках есть. То есть, тут даже, когда вы создаете уточнение, например, тут прямо написано, что вам нужно использовать минимум два. А можно использовать восемь. Ну, в зависимости от длины и так далее. Но при этом, в общем, здесь, благо, ничего сложного нету. На это есть отдельный видеоурок. Вот. И также еще надо использовать вот такую вещь, как оптимизацию рекламы. Потому что оптимизатор, он хоть и кривой, и косой, но с ним можно уметь научиться владеть им и совладать с ним. И брать определенные ключи, которые, в принципе, действительно подходят. Иногда он подсовывает интересные новые ключи, которые можно потестировать, добавив новую группу объявлений и написав на них объявление. Вот. Ладно, господа, мы сделаем проще. По поводу Google AdWords я опубликую сегодня-завтра… Нет, сегодня уже нет. Завтра видеоурок. Он у меня просто давно лежит. Там более детально вот прям все это описано. То есть не за 15 минут, а за 30, за 40. Ну, прям вот все очень круто. Спасибо.